Добрый день. Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Надежда Геннадьевна, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые друзья, быстро летит время. Казалось, недавно вот этим же практически составом мы встречались в канун Дня защиты детей, а уже лето пролетело, уже осень. Что называется, скоро зима, надо готовиться к зиме. Тем более, такие события мы пережили в этом году, это пандемия. Мы поговорим сегодня об этом, но права у детей остаются, их защищать надо в любое время года, поэтому вновь поговорим, наверное, об этом. Приоритет защиты прав несовершеннолетних и нетрудоспособных чинов семьи определен большим количеством норм законодательства. Надежда Геннадьевна, несколько слов. Что это за законы такие, на чем ставите галочку, что называется, по каким законам работаете? Да, ну, конечно же, приоритет защиты прав ребенка, он, я думаю, что не только в нашей службе, да, и в обществе вообще, наверное, является основным. И служба судебных приставов, вот в чем заключается, да, наша полномочия в этом вопросе, это, конечно же, исполнение судебных решений о взыскании алиментов. Алиментные обязательства, это на сегодняшний день самая, наверное, актуальная проблема, потому что пока что решения этой проблемы нет, и в этой студии мы с вами, да, очень часто говорим об этом. И мы стараемся тем комплексом мер, которые на сегодняшний день есть, да, и установлен нашим законодательством об исполнительном производстве. И с каждого должника, который имеет такое судебное решение, да, постараться взыскать алименты на содержание, значит, ребенка. Поэтому основной целью для нас является текущее получение алиментов ежемесячное, да, вот детьми, на чье содержание у нас имеются судебные решения, ну, и нотариально удостоверенные соглашения тоже. Так удивительно, вот сколько, вот на самом деле вы заметили, сколько уже раз мы говорили про эти алименты. Из года в год проблема сохраняется, да. Лариса Анатольевна, по-вашему, как вообще можно решить эту проблему? Вы, наверное, тоже сталкиваетесь, да, с этим, с этой проблемой, обращаются к вам, да, те члены семьи, кто не получает положенное на ребенка. Это, наверное, это право есть? Ну, к сожалению, решение данного вопроса, на мой взгляд, не находится вообще в юридической плоскости, потому что это скорее какие-то личностные характеристики того человека, который решает отомстить своей бывшей супруге или супругу и бывшему, как он уже считает, ребенку, и всяческими способами уклоняется от уплаты алиментов, либо долгам по алиментам. И здесь, применяя даже все имеющиеся правовые механизмы, включая вплоть до уголовного наказания, мы встречаем часто такие факты, что на пользу и на исправление ситуации это никаким образом не влияет. Здесь же какой-то такой принцип, да, человек становится в позу? Это очень странный принцип, потому что человек при всем при этом пользуется машинами, например, да, хотя и право у него уже ограничено, то есть демонстративно достаточно себя ведет. Специально переводит там себя, увольняется с хорошо оплаченной работой, переводится на малооплачиваемую работу, либо вообще является безработным. Да, пусть мне будет хуже, но второй половине бывшей еще хуже будет. Да, и это вот какой-то такой очень странный, необъяснимый принцип, действительно, то есть это какой-то, не знаю, не ущербность какая-то человеке, наверное, что ли, которую он пытается таким образом перекрыть и как-то себя, наверное, обелить в глазах, что ли, там, я не знаю, общества или какого-то там ближнего окружения или еще чего-то. То есть это вещи, которые, еще раз подчеркну, не укладываются в правовое поле, оно не решается в рамках механизмов каких-либо заказов. А вот, кстати, Надежда Геннадьевна, они прячутся, вы же постоянно как бы навещаете, да, эти, наверное, адреса уже как отчина, что называется, все известно. Прячутся или они общаются, или они говорят, или принципиально говорят, а мы не будем все равно, ходите к нам, не ходите. Ну, понимаете, здесь мы же анализируем, да, вот и поведение наших должников, да, и вот Лариса Анатольевна как бы назвала одну из категорий, то есть, конечно же, мы всех должников, наверное, следует разделить на определенные категории, да, это есть те, которые принципиально не платят алименты, здесь только пытаться, да, то есть именно воздействовать теми мерами, которые предусмотрены законодательно. Потому что, если это, там, уменьшение своего дохода намеренного, да, то все равно максимально, да, удержание, произведение удержания из этого дохода, если это сокрытие какого-то имущества, то, естественно, это и разыскные мероприятия применяются, да. Ну, вот сейчас мы имеем такую меру, как ограничение в спецправе, естественно, это здесь мы сейчас стараемся более тесно взаимодействовать с органами ГИБДД для того, чтобы эти должники были в их поле зрения, да, при наличии этого ограничения. То есть вот эти меры воздействуют вот именно на такую категорию, да, есть у нас совершенно другая категория, это асоциальные личности, которые, в принципе, да, они есть и повторно привлеченные к уголовной ответственности уже, да, но это вообще, в принципе, отсутствие возможности там трудоустроиться, исходя из образа жизни. И вот эта категория, конечно же, мы понимаем, что ограничение выйдет за пределы Российской Федерации, но никак не повлияет на этого должника, да. Ну, да, ни к чему. Вот, чаще всего они не имеют там и водительского удостоверения, да, поэтому эту меру применить к ним нельзя. Наше взаимодействие с центрами занятости тоже не дает здесь чаще всего какого-то результата, потому что трудоустроить таких должников проблематично, да, там у многих профессий-то нет, о каком трудоустройстве можно говорить. Здесь административная ответственность, потому что законодательно мы обязаны, да, их к ним применить, эту ответственность, потому что они не платят алименты, да, определенный срок. Наступает уголовная ответственность, как я уже говорила, да, там может быть и замена наказания на более строгое, да, это и лишение свободы, но это не приводит к исправлению, да, какой-то ситуации, да, не приводит. Кроме того, здесь мы еще видим при отсутствии дохода, это огромная задолженность, которая рассчитывается среднестатистической заработной платы в России, конечно, она растет огромными размерами, там сразу, да, тут сейчас более 50 тысяч составляет, но среднестатистическая заработная плата, естественно, из нее вот делается этот расчет. То есть это вот другая категория. И такая вот, знаете, средний, наверное, такой должник, который и предпринимает вроде бы меры, да, там, к уплате, к каким-то периодическим уплатам, но имеет задолженность, да. Еще есть категория, у которой уже есть новая семья, да, есть категория должников, которые, ну, обычно приходят с такими словами, что вы там отбираете у моего вот сейчас ребенка, да, в новой семье, а там забираете, вот мы пытаемся объяснить, что дети, да, дети-то вообще-то они вот все ваши, и те, которые остались в той семье, и те, которые в новой семье. Поэтому, ну, мы все знаем, да, эти, скажем так, попытки урезать, да, то есть там идет супруга нынешняя тоже взыскивать алименты, да, и пытается там этот размер разделить. Я уже к чему спросила, думаю, может быть, церковь привлечь, а когда до совести достучаться. Церковь привлекаем, то есть у нас есть в некоторых районах очень хорошее взаимодействие, значит, вот, да, и привлекаем, то есть какие-то проводят такие они беседы, да, вот, есть и такое, ну, может быть, на кого-то это оказывает. Воздействие, конечно же, мы понимаем, что это просто, ну, вот, такое вот, нельзя это как-то, это ничем не предусмотрено, да, это просто вот такая мера, такое, может быть, морального воздействия на вот душу, там, на сознание человека. Психологов привлекать, не знаю. Лариса Анатольевна, вообще к вам часто с такими вопросами обращаются? Да, довольно часто. Есть еще одна категория, Надежда Геннадьевна про нее не упомянула, это те, которые даже сознательно скрываются, то есть те, которые разыскивают многие, там, много месяцев, да, у судебных приставов есть своя служба розыска, и у нас есть определенный порядок признания человека безвестного отсутствующего, мы тоже это разъясняем родителям, которые к нам обращаются. То есть, если долгое время должник не выходит на связь, не погашает алименты, и вообще о его жизни, местонахождении фактически ничего не известно, то тогда через определенное время, да, через год уже по заявлению родитель идет в суд о признании должника безвестно отсутствующим. В этом случае у ребенка появляется право на получение государственного пособия. Хоть что-то, но хоть какая-то поддержка. Да, это тоже важно. Уважаемые друзья, давайте продолжим. Тема интересная, об этом надо говорить, у нас просто реклама, буквально через несколько минут вернемся в студию. Не переключайтесь, уважаемые друзья. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире программы «Тема дня». Напоминаю, что сегодня у меня в газе о властях Лариса Анатольевна Масалагина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области, Надежда Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, начали с обсуждения, как увеличить выплату алиментов, каким образом должников, алименщиков призвать к совести. Кстати, вот говорили о том, что если человек скрывается, год он не выходит на связь, может считаться как без вести пропавший, и тогда семья ребенка, его ребенка, может получить от государства пособие. Сколько таких уже у нас статистика какая-то есть? Что-то такое вот сдвигается хотя бы здесь? Ну да, вот 11 у нас признаны. В 19-м году 11 было таких судебных решений, было признано безвестно отсутствующими 11 должников, соответственно, дети получили их государственное пособие. Но в продолжении этой же процесса есть возможность по прошествии еще определенного времени, в связи с тем, что человек, который безвестно отсутствует, также не появился и не заявил о себе, признать его умершим. И тогда уже у ребенка возникнет право на получение пенсии по потере кормильца, которая составляет уже достаточно качественно другую... Но уже это другие деньги было, конечно. Но этот пруть, он тоже есть, он реален вполне. Если должник действительно либо так уж скрывается тщательно, что его никто не может найти, либо действительно что-то с ним произошло, и розыск не приводит к никаким результатам, то тогда есть такой путь, и родитель в интересах своего ребенка может по нему пройти. Это возможно. Ну, кстати, наверное, будет проблема у самого скрывшегося человека, если его признают умершим. Он жив, окажется, ведь это он же себе, что называется, зарабатывает проблемы, неприятности. Конечно. Там есть по Гражданскому кодексу определенные ограничения, которые возникают вместе с признанием его безвестно отсутствующим. Ну, соответственно, признание умершим вообще фактически прекращает юридическое существование личности. То есть, соответственно, и все документы, обязательства и все остальное. То есть, это совсем уже как бы другая история. Ну, просьба, если кто слышит и хочет пойти по этому пути, там, соответственно, принять эту информацию к сведению. Лучше все-таки прийти, да, и заявиться, и предпринять какие-то меры к уплате алиментов, чем вот дождаться вот этих последствий. Надежда Геннадьевна, каждый день, наверное, ну, постоянно в течение недели, каждой рабочей недели это хождение по мукам, это хождение по алиминщикам, да, ваших сотрудников? Ну, конечно, только вот сейчас есть у нас действие нового закона, да, вот в конце июля номер 215, который до 31 декабря текущего года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции мы, увы, по месту жительства, месту пребывания должников не ходим. То есть, вы по адресам уже сейчас до 31 декабря? Сейчас, до 31 декабря, да. Вы не имеете права. Нет, мы не посещаем вот места жительства, места пребывания с целью осмотра, ареста, изъятия имущества, то есть проверки имущественного положения мы не осуществляем. А как же работать? Это то, что во дворе, если стоит машина, если там есть гараж? Это абсолютно не касается, значит, транспортных средств, транспортными средствами мы имеем право арестовывать, как на придомовой территории, да, так и на стоянках, да, где угодно. То есть, транспортных средств это не касается. Они как подвергались аресту, так и будут. А беседы, где тогда прорвались беседы с глазу на глаз? В кабинете у судебного пристава исполнительного. То есть, если он придет. Как мы вызывали принудительный привод, то есть все эти меры как действовали, так и действуют, они не отменены, и мораторий на них никакой не распространялся. Есть какая-то статистика, сколько удалось вот таким вот способом, каждодневной работой, привлечь все-таки к уплате алиментов, и сколько их на сегодняшний день у нас по губернии? Ну, у нас на сегодняшний день, вот за истекший период этого года, мы взыскали порядка 144 миллионов рублей, ну, за счет всех мер, скажем так, да. Вот, но цифра общая, цифра находящихся на исполнении исполнительных производств, она у нас из год в год почти не меняется, порядка 10 тысяч, то есть чуть-чуть увеличивается, да, из-за вновь поступивших, чуть-чуть уменьшается к концу года, то есть с учетом направления по месту работы должников, но среднее, оно все равно около 10 тысяч, вот эта вот цифра у нас остается. Но каждый год мы видим увеличение именно количества исполнительных документов, по которым должники приступили к уплате. Да, мы не говорим об уплате в полном объеме, да, у них остается задолженность, но приступившим считается тот, у кого в текущем режиме ежемесячно начинает удерживаться, либо самостоятельно им уплачиваются, да, алименты, потому что есть у нас должники, работающие вахтовым методом, которые приезжают, да, и гасят там имеющуюся задолженность и текущие алименты. То есть вот эта цифра среди вот этих 10 тысяч, она у нас с каждым годом чуть-чуть, но увеличивается. Значит, удалось достучаться до кого-то. Ну, да, да, то есть результаты все-таки есть. Ну, если говорить про конкретные меры, например, вот за счет меры по ограничению в спецправе, мы в этой студии тоже об этой мере говорили, взысканно порядка 12 миллионов. Ну, сложно говорить, конечно, много это или мало, но мы сегодня уже говорили, что эта мера подействует только на того, кто может быть, да, вот принципиально где-то, да, и это ограничение, оно уже влияет на него лично, да, то есть вот за счет, значит, меры по выезду за пределы Российской Федерации, ну, в этом году, наверное, это немножко неактуально обсуждать. Ну, потому что, да, тут и законопослушные граждане, да, не смогли никуда. Поэтому тут вот вопрос, но все равно, несмотря на это, каждый второй должник по алиментам у нас на сегодняшний день имеет ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Поэтому даже если сейчас границы будут открываться, то вот, увы, каждый второй у нас не выйдет. Это тоже, чтобы люди знали, да, те, кто нас слушает, и если решает идти, не идти, или остаться на своем принципе непонятном, да, или все-таки что-то начинать платить, да, все-таки давайте призовем, да, что это же все-таки ваш ребенок. Конечно. Не знаю, услышат ли, потому что, мне кажется, для разумного, ответственного, взрослого, дееспособного человека это совершенно очевидный факт. То есть есть ребенок, независимо от того, в каких-то отношениях там с бывшим супругом или супругой, ребенку все равно хочется и покушать, и одеваться тоже надо, поэтому платить все равно каким-то образом надо. Не хочешь платить бывшей жене по каким-то причинам, там, да, открывая счет на имя ребенка. Конечно, есть способы, которые можно использовать для того, чтобы вот свои принципы реализовав, при этом не нанести вред ребенку. Но вот, к сожалению, есть все равно находятся у нас такие, которые не хотят никакие методы использовать. Лариса Анатольевна, я знаю, что при назначении, да, пособий определенных, вот эти вот алиментные тоже вот что-то такое учитывается, да, вот, а платить не платить, это что такое? Это уже сейчас, это тоже веяние сегодняшнего дня. Это стало актуально, в том числе в связи с тем, что у нас появились новые виды пособий, да, например, пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, где тоже необходимо предоставлять справки о доходах. И когда родители обращаются за пособием, получают отказ от органов судзащиты в назначении этого пособия, причина отказа — неподтвержденный доход. Потому что если родители в разводе, и на ребенка не взыскиваются алименты ни в каком порядке, ни в добровольном, через нотариально заключенное соглашение, ни в судебном порядке, через судебных приставов, либо еще каким-то образом, то получается, что права ребенка нарушены. И дохода не получает ни ребенок, ни эта семья, и получается, что государство должно каким-то образом оппенсировать, что неправильно. Поэтому родителям, прежде всего, рекомендуется каким-то образом, все-таки, законным способом уладить этот вопрос. Ну, самое простое — договориться с бывшим супругом, пойти к нотариусу, написать письменное соглашение, заверить его там, где будет написано, какую сумму в месяц будет вывлачивать бывший супруг на содержание ребенка. И предоставить это в качестве подтверждения дохода. Это же необходимо сделать это пособие, которое дает государство, да, и нет сил получить. Конечно. Ну, если добровольно такое невозможно по разным причинам, тогда получается только один выход через суд. Да, это время, это, соответственно, нужно будет еще какое-то время подождать, пока принят решение суд, пока там будет возбуждено исполнительное производство, пока должника найдут, если он скрывается, еще что-то. То есть это нужно, вот если кто-то планирует, и кого подходит возраст, три года ребенку, и вопрос по алиментам не урегулирован, просьба заранее этот вопрос все-таки озадачиться и решить, либо заключив соглашение, либо обративший суд по взысканию алиментов. Вот, кстати, месяцы уже, месяцы пандемии наверняка внесли какие-то изменения в вашу работу. Обращаются часто по выплатам пособий, которые вот обещало государство, которые, может быть, не могут получить или еще как-то, потому что ведь несколько было, да, детям до 16 лет, да? Да. Вот, вот, за помощью к вам обращаются, Лариса? Обращаются, конечно, но это неизбежный процесс, пока происходит вот такой приладка этого нового механизма, да, то есть неизбежны вопросы, неизбежны какие-то шероховатости, проблемы, возникают в том числе нарушение сроков предоставления пособий в связи с тем, что много очень обращений идет, они идут вот практически все, а сиюминутные, и не успевают сотрудники социальных служб их обрабатывать необходимое установленное время, но все равно все пособия, которые будут положены, мы объясняем, они рано или поздно все будут выплачены, как раз с того момента, когда возникло право на пособие, и вот вплоть там до того, пока вот оно будет длиться. Поэтому просто призываю тех, кто ждет, не понимает, да, будет, не будет, когда бы просто набраться терпения, да, и, ну, с пониманием к этой ситуации отнестись, потому что все, что было обещано, оно все исполняется. Тем более, что, да, пособия новые, выплаты новые. А сотрудники служб, которые их начисляют, те же самые, в том же количестве, да? Да, больше их не стало, а обязанности прибавилось, конечно, в разы, потому что и новое пособие региональное, которое у нас вот один из немногих регионов, которое плачет пособие на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно, и многие меры поддержки по многодетным семьям здесь тоже, да, учитываются, и вот это новое пособие от 3 до 7 лет. Это выплаты, которые вот прям вот буквально, они идут вот прямо сейчас сиюминутно, вал огромный, правда вам говорю, это действительно так, и просто нужно вот как-то переждать, перетерпеть, все будет выплачено. Ой, всем нам потерпение огромного, вот эту всю ситуацию пережить, поскорее бы это все закончилось. Наверняка вопросы невыплаты алиментов будут затрагиваться и на приеме, который у вас скоро будет, да, это будет в городе Конаков, вы совместно будете проводить прием граждан. Вы сами едете туда, там уже все предупреждены, то есть вы ждете, да, ждете людей. Что это такое будет, когда это будет? Ну, это будет в эту пятницу, 11 сентября, в 11.00 в администрации Конаковского района. В средствах массовой информации, значит, мы уже разместили это объявление, да, мы всех приглашаем по любым вопросам, мы практику совместных приемов, как бы, она у нас давно уже существует, да, мы, почему Конаково, наверное, потому что достаточно крупный, крупный район, да, вот нашего региона, и я уверена, что там есть и проблемы, да, которые, может быть, связаны и с пандемией, да, и текущие какие-то жизненные вопросы, вот, поэтому с любыми абсолютно, как консультация, так касающиеся конкретных судебных решений, конкретных жизненных вопросов, да, то есть мы всех ждем, примем абсолютно время, мы не ограничиваем вот прохождение этого приема, поэтому приходить, о какой-то предварительной записи мы даже не говорим, то есть вот 11 часов, пожалуйста, да. Ну, как некоторые там онлайн-записи, еще где-то, но если у человека нет такой возможности, просто можно прийти. Нет, мы просто всех приглашаем, да, для вот, для того, чтобы задать те вопросы, которые интересуются. Тем более, что наверняка сейчас такое, вот, можно сказать, смутное время в чем-то, да, вопросов много, и хотя бы поговорить. Да, все, да, находят их где-то, где-то, может быть, наоборот, не поняв, да, ту информацию, которая у нас размещается, неправильно ее могут понять, вот, для ущерба для себя, поэтому лучше прийти и, вот, задать этот вопрос напрямую. А бываете в разных городах, вот, вы совместно, да, сколько вы лет уже вот так вот совместно, совместно работаете? Ну, вот вспоминали сейчас, мне кажется, порядка 7 лет, наверное, вот у нас так очень достаточно мы плотно работаем с институтом уполномоченного. А в чем вот поддержка вот заключается? Что друг от друга? Чем подпитываетесь? Ну, это информация, да, потому что Лариса Анатольевна, наверное, какие-то жизненные ситуации, да, какие-то социальные вопросы, да, в ее ведении даже в какое-то, она больше может в них, скажем так, помочь, да, когда мы разбираем какие-то судебные решения, да, то есть и мы к Ларисе Анатольевне обращаемся, да, особенно по судебным решениям, где общение с детьми, да, потому что это огромная проблема, вот, и действительно берем просто конкретную ситуацию и думаем, как помочь одному родителю, как помочь другому, только чтобы не принести ущерба ребенку, потому что он-то всегда заложен. Да, задача не состоит в том, чтобы дать ответ человеку формально, бумагу направить, это не задача ни одного ведомства, ни у полномоченного, поэтому главное максимально все-таки приложить усилия для того, чтобы проблема была решена, насколько это возможно, действительно, то есть если это вообще возможно в наших силах, то, конечно, мы в этом направлении будем работать. Вот, кстати, Конакова, Надежда Геннадьевна, у вас же есть представители службы судебных приставов в Конаковском районе? Да, там находят структурное подразделение. А у Ларисы Анатольевны нету, да, вы вообще одна на всю губернию? У меня есть общественные помощники, в Конакове есть общественные помощники, да, которые работают на добровольной основе, только исключительно из любви к детям. Но, тем не менее, увидеть, что называется, встретиться лицом к лицу с полномоченным по правам ребенка, есть не у каждого жителя Тверской области вот такая возможность, да? Ну, максимально ближе мы действительно для этого и приезжаем. Поэтому приезжайте, и старайтесь, бывали уже и в других городах, да, не только в Конаково, да, вот так вот совместно. Да, ну, в принципе, у нас где-то в год получается где-то по два вот приема, да, но в этом году вот с учетом той ситуации, которая произошла, вот мы и сейчас вот в сентябре едем, да, ну, если с учетом занятости, да, и получится еще раз куда-то съездить в этом году, то обязательно поедем. Ну, кстати, это электронные приспособления, которые существуют сейчас, это интернет, это какие-то сайты, вот по вашей направленности, они помогают в работе? У вас ведь тоже, Лариса Анатольевна, это все есть, да, где можно прочитать, все публикуется и все, ну, конечно, живой разговор это не заменится. Ну, конечно, мы все понимаем, но просим также жителей нашего региона отнестись с пониманием, да, что те ограничительные меры, которые существуют на сегодняшний день в работе нашей службы, они в первую очередь продиктованы только с заботой, да, и к гражданам, да, и вот с учетом распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому, увы, запись на личный прием у нас сейчас существует только электронная. Для этого нужно быть зарегистрирован на сайте госуслуг, но я думаю, что сейчас это уже, наверное, и не проблема, да, то есть каждый, что имеет уже этот личный кабинет на госуслугах, вот. Кроме того, уже тоже достаточно наших сторон исполнительного производства, как должников, так и взыскателей знают о том, что у нас личный кабинет стороны исполнительного производства, и мы видим, что, анализируя каждый месяц, да, поступление, вот, использование этого личного кабинета, мы видим, что действительно он работает, то есть эффективность его работы дает о себе знать, люди все больше общаются вот так вот в онлайн таком режиме, вот, судебными приставами исполнителями. Пандемия сегодня, это слово страшное звучало много раз за время нашего эфира. Что изменилось? Все-таки уже более полугода прошло, да, уже год близится к концу. Какие изменения в вашей работе, в общении, в поведении детей, взрослых, родителей произошло, Лариса Анатольевна? Ну, Надежда Геннадьевна уже отметила, что изменился формат приема, и сейчас уже мы, конечно, некоторые ограничения снимаем, личный прием проводим с учетом всех необходимых требований по безопасности, маске, обработка поверхности кожи и прочее. Ну, вот, воездной даже прием уже можем себе позволить организовать. Это, кстати, первый после пандемии у вас? Это первый после пандемии, и, в общем-то, первый пока в этом году, поэтому это действительно для нас такой большой серьезный шаг. Что касается общей ситуации, то вот если мы говорим про наше взаимодействие со службой судебных приставов, все, что касается их полномочий, то за этот период к уполномоченным по правам ребенка поступило несколько обращений, касающихся места проживания ребенка с одним из родителей и порядка общения с другим родителем, потому что, опять же, с учетом ограничительных мер были возникли сложности вообще, и в передаче детей, да, и были такие факты отмечены, когда один из родителей незаконно забрал, скрылся, в том числе скрылся за пределами Российской Федерации, и до того, как закрыли границы, то есть фактически получилась семья разделена вот этим вот барьером, да, и до сих пор вопросы тоже не урегулированы. Вообще это самые сложные вопросы, с которыми приходится работать, потому что, как правило, здесь еще накладываются на какие-то внутрисемейные конфликты, ситуации, то есть помимо самого физического разлучения, там еще огромный плац проблем между взрослыми людьми, которые сложно разрешить даже специалисту, коим ни я, там, психологом, ни Надежды Геннадьевны, ни сотрудники не являются. Ну, вообще, проблему мы тоже вот и с Ларисой Анатольевной, да, обсуждаем это, что, наверное, тоже очень сложными являются вот эти судебные решения, потому что наличие его, да, оно, увы, по общению с ребенком, да, и там на двух листах расписанный там график, кто к кому, когда пошел, и когда, откуда ребенка забрал, да, и сколько он там часов должен с ним общаться, совершенно не решает эту проблему, наверное, еще больше ее усугубляет. Да, пандемия вообще внесла серьезную коррективу, потому что судебные решения, в принципе, исполнять было невозможно, потому что, понятно, опасение мамы, да, которая должна там вывести там годовалого-двугодовалого ребенка, неважно, да, что там дети не болеют, да, или там болеют более в легкой форме, это все равно ребенок, да, вот, и поэтому ее опасения тоже понятны, но и требования вроде бы законны со стороны там папы, который хочет исполнять вот это судебное решение и требует этого, да, ну, там, сегодня про папы говорим, там у нас есть и бабушки, да, которые также являются стороной исполнительного производства, вот, и это проблема, а сама по себе, да, проблема нежелания ребенка, и вот мы ее уже на протяжении нескольких лет обсуждаем, что в рамках исполнительного производства зафиксировать желание самого этого ребенка или нежелание, или это все-таки влияние кого-то, да, может быть, только специалисты, вот, Лариса Анатольевна тоже сказала. Но в суде ведь спрашивают, вот я еще раз, в суде спрашивают желание ребенка, если он... С возраста 10 лет обязана спрашивать, до достижения 10 лет не обязаны, при этом, если ребенок, например, в 5 лет говорит, что я не хочу, я не хочу и не пойду, и к бабушке не пойду, и к папе не пойду, то есть возникает вопрос, каким образом вообще, его же не будешь за руки тянуть, там, на семье передавать, да, это же человек, это тоже он выражает свое мнение, то есть каким образом тогда нужно это вообще судебное решение, и вообще можно ли его исполнить в этом случае, когда ребенок заявляет, что категорически не хочу, но при этом возраст его ниже, установленный законом для обязательного вот... Ну, он же чувствует, он 10 лет чувствует, да, скилла, кто к... Мы приходим, да, к мне, да не только мы, и вообще в принципе, да, то есть привлечение, естественно, необходимо специалиста-психолога, да, вот, и проблематика в том, что это неурегулирует, то есть каким-то, там, ну, на законодательном уровне, да, у нас есть в нашем федеральном законе пометка о том, что, да, на эти исполнительные действия мы должны привлекать, там, органы опеки, попечительства, вот, но вот сейчас рассматриваем вопрос, и вот Лариса Анатольевна помогает нам в этом, заключение, вероятнее всего, какого-то трехстороннего соглашения, да, и с Министерством соцзащиты, да, и с Министерством демографии, вот, который у нас есть в регионе, для того, чтобы каким-то образом в этом соглашении предусмотреть порядок привлечения психологов, находящихся в комплексных центрах, да, в иных, значит, там, на социальных заведениях для вот того, чтобы они смогли сделать заключение, все-таки ребенок не идет по своему желанию или нежеланию, да, там, вот, к тому родителю, или, там, бабушке, дедушке, либо это все-таки какое-то влияние, вот, там, родителя-должника. Для нас это важнейший вопрос, потому что это вопросы привлечения к определенной ответственности. Там, мамы-должница, да, или, там, другого родителя, если это все-таки намеренное его вот такое настраивание ребенка, вот, не исполнять судебное решение. Странно, но я думала, что перед судебным решением как-то должен психолог, да, как-то принять, чтобы какой-то донести до судьи вывод, но в штате у вас нет психолога? Нет, конечно, нет. У нас, вот, судебный пристав-исполнитель, он, вот, один на один, скажем так, вот, этим занимается. Тот штатный психолог, который у нас есть в аппарате, в его компетенцию не может входить вот эти вопросы. Вообще удивительно, ну, я так сравниваю сразу, почему-то мне на ум пришла система ФСИН, да, в каждой колонии существует, да, и в следственном изоляторе психолог, да, там тоже люди, а здесь дети все-таки. Но удастся, как вы думаете, вопрос-то решить все-таки психологи-то у нас довольно немало? Мы надеемся, что да. Будем мы это пытаться делать, потому что другого выхода нет. Нет, значит, у нас действительно встает вопрос, ну, мало того, что там продолжается вся эта семейная конфликтная история, да, то есть она просто выливается уже в ребенка, который становится заложником между вот раздирающего в разные стороны взрослыми, да, и, естественно, каждая сторона при этом обвиняет другую в том, что они пытаются манипулировать детским мнением, его отношением, прочее, прочее. Это, как правило, очень некрасивая история и очень сложная для их урегулирования. Поэтому даже заключение психолога, оно больше, наверное, в данном случае сработает для того, чтобы принять решение о возможности прекращения, вернее, невозможности исполнения судебного решения по порядку общения, там, в связи с тем, что ребенок, например, имеет сформированное мнение. А конфликтная ситуация, как правило, при этом, конечно же, никуда не денется. Ну да, я помню, Александра Геннадьевна, были у вас случаи, когда ребенка искали, там, то он с папой уехал, маме передавали вообще из другого, из дальнего ребенка. Да, это отдельно. У нас было розыскное задание, по которому мы вот, то есть, да, розыск объявлен был в другом регионе, а мы здесь работали по розыскному заданию. Да, передавали ребенка. И вообще все эти, все, что касается вот передачи, да, отобрания детей, это вопросы очень такие вот, они болезненные, да, и конфликтные. И требует вот тщательного все-таки понимания ситуации, потому что вот результат может принести определенные негативные потом, значит, последствия. Вообще-то очень удивительно. Я почему-то думаю, считаю, что в вашей службе по роду занятий вы же непосредственно, вы исполняете еще раз решение судов, да, вы сталкиваетесь один к одному с людьми. Психолог-то необходим, да, да, тут это и взрослым-то помочь иной раз не мешает. Вы знаете, во-первых, ну, этих судебных решений, как бы ни было, их не так много, да. Ну, вот если вот взять просто объем, да. К счастью, не так много. Да, но каждое, вот оно каждое, почти что обсуждается, вот каждое там действие судебного пристава обсуждается почти, что вот в таком формате, то есть, а что делать, да. То есть, оно, это не что-то, что какое-то правило единое, да, там вот решили, да. Вот пойдем по такому пути. Нет, конечно, нет. А кто здесь может посодействовать, кто может помочь? Кому обратиться нам сейчас? Помогите с психологом. Ну, вот мы решили, что это вот два, наверное, ведущегося. Есть государственные органы, которые, да, непосредственно, у них есть в штате психологи. Психологи. Можно посмотреть еще психологов у нас, практикующих в университетах. Там тоже есть такой ресурс небольшой, можно попробовать с ними поговорить. То есть, ну, что-то все равно делать придется, потому что психологи необходимы как раз для принятия правильного решения. Да, просто нам нужно это все упорядочить. Ну, на сегодняшний день мы видим это только соглашением. То есть, именно заключением соглашения, чтобы мы, уже и судебные представители исполнители, знали, как действовать в той или иной ситуации. Что они вот действительно могут обратиться в рамках этого соглашения за привлечение вот такого специалиста. Наступил новый учебный год. Довольно-таки долгое время, да, у нас дети, как студенты, да, обучались дистанционно. Это, скорее всего, тоже какую-то определенную психологическую травму на людей оказало, да. Да, Лариса Анатольевна, ну, как, на Ваш взгляд, вообще, вот, необходимость вот этого совместного обучения? Почему это важно? Почему важно детям быть в классе, в школе, всем вместе? Они так вот дистанционно, это, конечно, вынуждено, ну, что делать, но... Кто-то великий сказал, что человек — это животное социальное, да, то есть мы биологический вид, но в то же время мы не можем без общения. Иначе мы ни личность, ни человек, да, то есть это невозможно. Поэтому, конечно, тот опыт, который мы все прошли вот этой весной, это очень хороший опыт. Надо к этому относиться вот именно как к хорошему опыту, потому что он помог выявить очень многие как тонкие места, места риска, так и, в общем-то, такие достаточно значительные преимущества, да, в том или ином виде, в отсутствии или, наоборот, в наличии. В том числе вот в наличии в общем, в очном обучении такой замечательной вещи, как общение. То есть без этого никуда. Конечно, сейчас тяжело школам в связи с тем, что у них сохраняются ограничения по, в том числе, проведению перемен. До конца этого года у нас отменены все массовые мероприятия вместе с участием детей. Поэтому, да, классные часы, классные какие-то, может быть, праздники, они сохраняются. Ну, например, общешкольное какое-то мероприятие провести, к сожалению, пока невозможно. Но, по крайней мере, в школу ходят, педагог видит детей, дети видят педагогов, да, и это уже как бы совершенно другой уровень коммуникации и получения знаний, нежели то, что вот у нас произошло вот этой весной. Поэтому, надеюсь, что мы все получим для себя правильные, нужные выводы, которые сможем использовать в дальнейшей жизни. Например, часть вот этой вот дистанционной формы обучения, она все равно может быть использована, может быть сохранена, например, когда ребенок длительное время болеет. Для того, чтобы просто не выпадать из учебной программы, да, не терять связи с педагогом, да, уметь как бы что-либо спросить в дистанционном формате. Это все тоже можно использовать, например, вот в каких-то жизненных ситуациях, от которых, к сожалению, никто не застрахован. Поэтому вот посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Надеюсь, что такого не повторится. Будем надеяться, уважаемые друзья, да? Да, но, тем не менее, все, я думаю, рады от того, что школы у нас работают, детские сады у нас тоже открыты, спортивные школы, дополнительное образование, то есть музыкальная школа, художественная школа, все это работает уже в полном объеме, и дети могут и получать образование, и знания, и развиваться, и спортом заниматься, и соревнования даже проводятся уже. Это просто какие-то замечательные вещи, которые раньше мы даже не замечали. А ведь мы тоже как-то в этой студии весь кто бы мог предположить, что даже говорили, что спортивные уроки, да, там подтягивание или сдача нормы ГТО будет дистанционно, он стоит перед экраном монитора, там, или подтягивается, или там что-то приседает, это вот такое. Зато мы умеем ценить простые радости жизненные. Да, она нас многого научила, эта пандемия, да, со всего нужно как-то набираться хорошего опыта, да? Конечно, иммунизовать свои силы, то есть, когда ты понимаешь, да, что тебе в новых условиях нужно, там, те же задачи выполнять, да, но в новых условиях, естественно, это, да, вот, да, действительно дает возможность там себя как-то перепрограммировать, да. Надежда Геннадьевна, я знаю, что у вас, у вас же лето традиционно была вахта памяти, ваши поисковики выезжали все время на места, где на места былых сражений и проводили поиск. В этом году не удалось или что-то удалось? Да, всероссийской вахты памяти у нас не было, она планировалась изначально, да, но, естественно, была отменена с учетом вот пандемии. Вот, один у нас выезд был, это здесь, в регионе, вот, в Аржев мы, наш поисковый отряд ездил, участвовал, то есть, тоже там есть определенные результаты, вот, но, конечно же, мы надеемся, что сейчас вот эти все ограничения пройдут, и на следующий год, вот, наши ребята, они все очень активны, и все ждут возможности для того, чтобы вот заняться своим таким вот любимым патриотическим делом. Ребята, у вас, конечно, молодцы, ведь это же, я еще раз напоминаю, это все сочетание с работой, ведь никто не освобождает, это отпуск. Это отпуск, они берут вот свой личный отпуск, и в свое личное время, естественно, занимаются этими и выходные иногда просто, вот, да, там, ну, здесь у нас есть возможность, там, доехать до Зубцова, да, там, до Ржева, вот, поэтому нет, это абсолютно нет никакого там непринуждения, ничего, это вот их душа зовет, и вот они этим занимаются. У нас музей, да, уже такой вот, мы планируем, где бы его теперь надо место найти. Да, у вас уже экспонатов очень много, нужно отдельно. Да, поэтому будем думать, да, мысли есть для того, чтобы уже сделать такой мини-музей. Месяцы изоляции, самоизоляции для рядовых граждан, не для вас, они как-то дали возможность чему-то учиться. Я имею в виду, вы раньше же проводили периодические учения на зданиях судов, да, испытывали взаимодействие различных служб. У вас приезжали, проводили учения с других регионов России. Ну, конкурс в этом году, да, не проходил, да, на лучшую профессию. Да, нет, он, конечно же, был отменен, то есть, этот год прошел так, но у нас даже в учебно-методическом нашем центре, то есть, мы сейчас проводим обучение тоже дистанционное, и пока до конца года оно будет также проведено. Ну, массовые мероприятия отменены, поэтому вот такие вот, такого формата тренировки, на которых и вы, да, у нас были, конечно, в таком формате мы не проводим, но все, что касается стандартного, как бы, обучения, да, инструктажей, то есть, это все проходит в обычном режиме. Лариса Анатольевна, несколько минут у нас осталось до конца эфира. Хотелось бы услышать ваши пожелания и детям, и родителям вот в этой непростой ситуации. Начало учебного года? Ну, во-первых, конечно, терпение, потому что много, много изменилось в жизни, да, и мы все изменились, и мир вокруг изменился. Наверное, с каким-то большим пониманием друг к другу надо относиться, с терпением, с любовью, да, банально такая истина христианская, если любить надо ближнего своего, вот, не раздражаться по пустякам, потому что, как мы выясняем, мир очень хрупкий, и в один момент просто все может настолько поменяться, что, казалось бы, вчера привычная жизнь становится просто невозможной. Ценить надо то, что есть, жить, вот, довольствоваться, радоваться тому дню, который сейчас у нас пришел, то, что солнце встало, то, что все хорошо, глаза видят, ноги ходят, да, сердце бьется, чувства есть, это же замечательно все, поэтому, а все остальное, все зависит от человека, многое зависит от человека. Надо мечтать, надо выстраивать пути достижения своей мечты, и это касается не только детей, детей, но и родителей тоже, потому что часто мы в быту просто настолько уже становимся зашоренными, что все у нас там, утро, работа, вечер, приготовил еду, там, бытовые нужды, какие-то дежурные фразы, все, отбой, и ничего не замечаем вокруг себя, ни замечательной природы, ни хороших отношений, ни друзей, поэтому вот нужно как-то, наверное, изменить свое отношение ко всему, повод есть, вот, еще раз повторяю, мир может меняться настолько стремительно, что мы просто не успеваем его заметить. Да, так же, как и человеческая жизнь, да, и жизнь тоже человеческая, достаточно стремительно. Она может закончиться и внезапно, да. Поэтому нужно, конечно, любить себя, любить мир вокруг и, в общем-то, ценить все, что есть. А, Надежда Геннадьевна, ну, мне хотелось бы, чтобы вы еще раз к должникам, ну, сколько можно-то? Да, ну, вот в продолжении, может быть, того, что сказала Лариса Анатольевна, да, действительно, мы в любой реалии должны находить выходы из любой ситуации, да, ну, потому что человек, который хочет жить, даже если возникает какая-то ситуация, да, с которой вот уже столкнулись со службой судебных приставов, я считаю, что не нужно, вот о чем мы сегодня говорим, не надо прятаться, не нужно уходить от этой проблемы, нужно просто постараться ее разрешить вот теми законными мерами, которые существуют. Их достаточно, просто нужно прийти там за консультацией, обратиться, значит, вот, свою проблему озвучить, и я уверена, что все можно разрешить. Спасибо огромное, уважаемые друзья, за то, что вы согласились прийти в программу «Темы дня». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Лариса Анатольевна Масалогина, полномочная по праву ребенка в Тверской области, и Надежда Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Уважаемые друзья, солнце светит, жизнь прекрасна, будьте, пожалуйста, здоровы и берегите себя. Всего доброго. До свидания. До свидания.